Мечта Себастьяна не сбылась. Крытый смысл фильма Ла Ла Лэнд СПГС. ...фильма, который бы так повлиял на мою жизнь. Никто из фанатов фильма Ла Ла Лэнд не знает, о чем на самом деле фильм. Ла Ла Лэнд не о том, что иногда ради мечты приходится жертвовать любовью. Он же показывает это в финальной сцене. Спичная ошибка фанатов фильма Ла Ла Лэнд. У меня есть четкое понимание, что такое любовь. Любовь это... Что такое любовь? Мне нравится Ла Ла Лэнд с точки зрения вот этих вот каких-то ошибок. То есть, что все идет не так. Это очень жизненно. Что все в итоге является какой-то глупостью. Ваши вот эти вот романтические чувства, они по сути... По сути, они будут уничтожены. Они будут стерты реальностью. Все вот эти сюжеты. Как могло бы быть? А могло быть оно бы только... То есть, по сути... Гвардзе Гвардзе Дераскайте. И по сути, как бы он показывает, как устроена реальность. То есть, мы хотим, чтобы все было как в фильме. Так красиво, как видит главный герой в конце. Но реальность, она вот сера, там куча ошибок. Мы совершаем их. И все как-то вот с этой реальности вязкой уничтожается. И вот мы смотрим на ту единственную, которая уже с детьми где-то, с кем-то, у которой уже как-то жизнь удалась. И понимаем, что все проебано, все разрушено. Да и любовь вообще-то никакой. Любви никакой не было. Это была лишь похоть одна. Я жизнь готов отдать за того, кого любишь. Поэтому лично я не разделяю. Любовь к маме, любовь к брату, любовь к родине, любовь к женщине. Это все одно и то же. Терпеть не могу, когда люди говорят. Ну, это другая любовь. Некрена. Любовь — это слово. Если хочешь термин. У него должно быть определение. У меня вот такое определение. Когда я готов отдать жизнь. Ну, как быть с кофе? А че с кофе? Ну, я капец как люблю кофе, но я не готова жизнью ради него жертвовать. Ну, потому что это не любовь. Вот если тебе врачи... Кофе — топ, погромче. Скажут, бросай кофе, иначе помрешь. Бросишь? Ну да. Ну, значит, не любишь. А если я парня, которого любила, бросила? Значит, не любила. Мы очень часто... Ненавижу татуировки, кстати говоря. Татуировки, мне кажется, портят тело. Есть белоснежная кожа какая-то приятная, бархатная. Эту кожу просто изгаживают какими-то рисунками. Смотрится ужасно. Это все выцветает. Любовь подменяет другие понятия. Страсть, привычка, желание. А понять, любовь — это или не любовь, мы можем только, когда фашисты к стенке приставят и скажут. Любишь? Неодобряем, конечно же. Ты стреляй, не будешь, не расстреляй. Вот эту. Только надо написать «Настя». Жена или любовница? Жена. Думает, что есть любовница. Надо задобрить. Садись. Кошмар какой. А. Это у нее переводка. С «Ла-Ла Лэнда». Гениальное кино. Согласна. Пожалуй, нет другого фильма, который бы так повлиял на мои... Странно, вообще странный формат. Они делают постановочное видео с разбором какого-то фильма. Это как бы странновато в таком формате. Она, интересно, правда бьет что-то или нет? Жизнь. А что случилось? Я парня бросила, в Москву переехала. Решила, хватит гнить в глубинке, там я ничего не добьюсь. Чего? Ничего. Всегда стоит менять свою жизнь. Вообще, отношения, по сути, тормозят, я вот так скажу. То есть, если вы живете где-то, вы находите там любимого, вы, скорее всего, там и останетесь. Вряд ли они будут стимулировать тому, чтобы что-то менять. Когда вы одиноки, тогда вы больше бурлите, так сказать. Вы хотите больше добиться. Поэтому одиночество – это прогресс. Это сила. Типичная ошибка фанатов фильма «Ла-Ла Лэнд». Смешно, это прям феномен. О чем? О том, что никто из фанатов фильма «Ла-Ла Лэнд» не знает, о чем на самом деле фильм. Ну, а о чем он? Чтобы понимать, о чем он, нужно знать минимум две вещи. Первое. Режиссер фильма Дэмиан Шазел – реально несостоявшийся джазовый музыкант. И второе. Уже в первой песне фильма поется о девушке, которая в 17-летнем возрасте бросила своего парня и переехала из Санта-Фе в Лос-Анджелес ради актерской карьеры. Ну, кстати, песня вот эта классная, мне нравится. Почему что-то менять – это благо. Потому что, ну, жизнь – это изменение сами по себе. И, по сути, это исполнение некоторого замысла, всего происходящего. То есть все меняется, все происходит, и надо в эту волну попасть, и как бы развиваться, стремиться куда-то. Я думаю, что гнить – это плохо. Хотя тогда на молекулярном уровне ты будешь очень занят. Первоментное желание чего-то добиться свойственно обычным психопатам или чумошникам. Ну, значит, я психопат, либо чумошник. Решайте сами. Я хочу чего-то добиться. Я считаю, что надо как бы пробовать, надо пытаться, надо стучаться, надо вот постоянно что-то делать, вот стремиться к чему-то. Ты знаешь, что хороший голливудский режиссер будет снимать кино, концовку которого он расскажет в самом начале? Может быть, он плохой голливудский режиссер. Он хороший голливудский режиссер. А смерть, она как бы неминуема, поэтому... Странно было бы ее не бояться ввиду своей неминуемости и ничего там не делать. Тоже фиговый вариант. Ну, если вам уже дана жизнь, то надо постараться ее прожить так, чтобы не было стыдно, я думаю. Вообще, в этой песне дается очень интересная трактовка Голливуду. Еда Гваз, вы чудо, вы чудо. Спасибо большое. Автор называет его светящимся обманом. Так что все люди, приезжающие в Лос-Анджелес, мечтая стать актерами, летят на этот свет, несмотря на то, что это обман. Как только песня заканчивается, появляется название фильма. Ла-Ла-Лэнд. Ла-Ла-Лэнд – это идиома. В английском языке так говорят, когда кто-то теряет связь с реальностью. Ла-Ла-Лэнд – это страна фантазии и грез, она нереальна. Ну, кстати, вот вроде бы вот эта девушка, она внешне, ну, как бы не очень красивая. Я не помню, как актриса зовут, вы сейчас меня, наверное, напомните. Гослинга я более-менее знаю. Вот, но есть в ней какое-то вот очарование. Я не знаю, как это работает. То есть она прям вот какой-то вот внутренней энергии Эмма Стоун, да. Вот она прям как-то вот что, что, как это, почему это? Какая-то магия, какая-то алхимия. Превозносит всё и не ценит ничего. И мы видим, кто живёт в этой стране. С одной стороны – Себастья. Он мечтает спасти умирающий Джаз. Джаз умирает. Он умирает, Мия. Гибнет на корню. А мир говорит, и пускай. Его время прошло. Часто другие люди, они очарователи в какой-то своей эмоциональности. То есть вот когда-то как-то вот именно, когда есть какое-то живое лицо, как-то вот это всё вот мимика, она… Не знаю, не знаю, как это всё описать, но это крайне интересно. Я не позволю. Зафиксируем его мечту. Она – его осознанное желание. С другой стороны – Мия. Её мечта – её осознанное желание. Стать актрисой. Кто из этих двух героев главный? Ну как, они оба главные герои. Нет. В классической драматургии главный герой только один. Через него автор транслирует зрителю управляющую идею. Просто конкретное предложение, отвечающее на вопрос, что с тобой будет, если ты сделаешь вот это вот. Каждый фильм, соблюдающий правила драматургии, а в Голливуде это 99,9%, отвечает на этот вопрос. Так кто главный герой Ла-Ла Лэнда? Мия. Почему? Ну как? Мы ей сопереживаем, хотим, чтобы она добилась успеха. У них здесь всё хорошо. Таких чувств по отношению к Себастью мы не испытываем? Ну, Мия, она ярче, понятнее. Вот. В этом главный фокус Ла-Ла Лэнда. Мия мечтает стать актрисой. Но с другой стороны, к слову, вот этот разбор, он хотя бы хоть какой-то анализ и разбор, в отличие от какого-нибудь сырника, который просто пересказывает сюжет. Как бы здесь хоть какой-то диалог, и в диалоге какое-то происходит размышление. Может быть, оно достаточно наивное в целом, но оно есть. И это как бы круто. Не находите? Она яркая и понятная, как большинство голливудских фильмов. Она ближе к среднестатистическому зрителю, чем Себастьян, который слушает джаз и хочет его спасти. Менее понятное желание, чем стать актрисой, согласись. Ты же настоящий, даже не знаю... Как рыцарь в сияющих доспехах. Чудик. Она как тот самый светящийся обман. Мы тянемся к ней, как она тянется к кино. Обожаю. Но она не главный герой. Хотя бы по той причине, что ее путь максимально прямолинейен. Она ходит на кастинги и вечеринки в надежде на то, что однажды ее заметит кто-то нужный. Ей отказывают, а она снова пробует. Так было до появления в ее жизни Себастьяна, так осталось после. Да, он заставил ее изменить подход. Но ты не совсем актриса. Как это не совсем актриса? Сама же сказала, что ты амбициозный драматург. Перестать пытаться угодить и начать писать что-то свое. Например, Луи Армстронг. Ему светило играть лишь хиты уличных оркестров. Но он не стал. А что сделал? Что сделал? Сделал историю. Верно? То есть бросить пробы и творить истории? Так что ли? Но суть ее борьбы... Наверное, проблема у этого анализа, что в этом фильме особо нечего анализировать. Но они стараются как могут. ...прежней. Она ждет, что ее заметит кто-то нужный. Людям понравится? Забей. Ее замечает директор по кастингу и приглашает в Париж. Эми Брандт, директор по кастингу, была на твоем спектакле. И ей понравилось. Все девочки хотят в Париж. Да так понравилось, что она хочет завтра попробовать тебя в крупный кинопроект. Большинство людей считает, что Ла-Ла Ленд о том, что если ты хочешь чего-то достичь, тебе придется многим пожертвовать. В том числе любовью. Когда ты получишь роль... Потому что любовь останавливает. Она кучу времени съедает. И сил. Если вы хотите что-то добиться, то нет времени любить. Надо работать, работать, работать. Я девочка, и я не хочу. Это шутка... Наверное... Такая тонкая отсылка к Биотшоку. Если вы не поняли по поводу Парижа. Ингварда, я бы... Когда получишь... Придется отдать всю себя. Инцел оправдывается. Да, я, конечно, инцел. Полностью. Ради мечты. Но факт остается фактом. Любовь к Себастьяну никак не мешает Мии в ее актерской карьере. Да, он зовет ее на гастроли. Приезжай. В Бозе? Да, исполнишь все свои желания. А она отказывает, мотивируя свой отказ репетициями. Не сможешь? Приехать в Бозе? Да. Я репетирую. Но она не выбирает, поехать или нет. Она не раздумывая отказывает Себастьяну. Он никогда ей не мешал. Единственным препятствием, которое она преодолевала снова и снова, был отказ кастинг-менеджеров. Два варианта. Либо следуешь моим правилам, либо следуешь моим правилам. Спасибо. Спасибо. А я могу по-другому? Нет, не надо, достаточно. А теперь взгляни на Себастьяна. Он мечтает спасти джаз. Познакомлю тебя кое с кем. Сегодня он играет джаз, и завтра он играет джаз. Кушать мне не интересно. Он не нужен. А потом встречает Мию и влюбляется в нее. Люблю тебя. И я тебя. Он хочет, чтобы она чего-то добилась. Кто им покажет? Я им покажу. Ты покажешь? И преследуя эту цель... Это моноспектакль. Нет, мам. Нет, мне не заплатят. Я сама плачу, чтобы сыграть. Нет, постоянной работы нет. Но он что-нибудь придумает. Просто все так сложно. Соглашается на работу в группе. Играет музыку, которая ему не нравится. Он жертвует своей мечтой ради Мии. Он главный герой. У него есть выбор. Ну хорошо. Допустим, главный герой... Никогда не жертвуйте ради кого-то своей мечтой. Никогда этого не делайте. Себастьян, но это ничего не меняет. Ты сам сказал, он жертвует своей мечтой ради любимой. В конце фильма они расстаются в том числе из-за того, что она понимает. Ну я тут согласен с насчет того, что дети... Такой, как бы, тоже трата времени. Хотя, наверное, в какой-то момент тебе приходит осознание, что надо что-то после себя оставить. С ней он никогда не откроет клуб. Она уходит от него, чтобы его мечта осуществилась. Она уходит от него, чтобы ее мечта осуществилась. На его мечту ей до лампочки. Как минимум по той причине, что она не знает, о чем он мечтает. На самом деле. В начале фильма Себастьян мечтает спасти джаз. Да у меня очень серьезные планы на будущее. Его сестра сравнивает это с попытками вернуть бывшую девушку. Себастьян, это как гоняться забросившей тебя девушкой. Очень символично. Потом он встречает Мию. Тут очень важно следующее. Не он ее заметил, а она его. После того, как вместе с подругами она спела песню о том, что в Лос-Анджелесе все ждут, когда их кто-то заметит и осуществит их мечту, она идет по пустым улицам города и слышит его музыку, доносящуюся из ресторана. Сама того не понимая, она стала для Себастьяна тем человеком, который его заметил и осуществил мечту. Он мечтал спасти джаз до того, как встретил Мию. Но когда полюбил ее, его мечта изменилась. Теперь он мечтает спасти Мию. Это домыслы. Это не домыслы. Он сам ей об этом говорит, когда они ругаются за ужином. У тебя всегда была мечта. Разве не так? И ты был ей беден? Вот моя мечта! Это она и есть! А потом, когда он приезжает к ней в Неваду, она вспоминает об этом. Просто не придает этому значения. Твои мечты меняются постоянно. Она ездит на Приусе, как все в этом городе. Какая? Приус? Мне это не поможет. С зеленой лентой. Она одна из миллионов жителей Лос-Анджелеса. Ее мечта такая же стереотипная. А еще она ненавидит джаз. Ты чего? В каком смысле ненавидишь? Вот как бы в этом и есть все суть. Вот когда мы влюбляемся всегда, кто-то топчет наши мечты. У него было что-то светлое, что-то хорошее. Типа вот я хочу возродить джаз. И по сути из-за любви другой человек, он просто к вам насрет. Потому что другой человек всегда ад. Другой человек это всегда кошмар. И ничего хорошего не будет. Ваши мечты просто измажут говном. И все, их не будет никаких. Поэтому одиночество. Просто мне не нравится его слушать. Но что такое джаз? Это и конфликт. Считаешь, дети эгоистичные. Это и... Это новое каждый раз. Главной его отличительной чертой является импровизация, непредсказуемость. Это сексофонист. Нет. Своя мелодия и свое путешествие. Каждый из этих ребят сочиняет, аранжирует и пишет. А потом они вместе играют. В понимании Себастьяна она ненавидит именно это. Вся ее жизнь, даже ее мечта предсказуема. А его жизнь нет. Его жизнь это джаз. Всегда новая мелодия. Это же так захватывающе. И он показывает ей это, вытворяя спонтанные глупости. В фильме очень просто показано, когда человек о чем-то мечтает. Если герой витает в облаках, он невнимателен. Мия, мечтая получить роль, создает... Дима Антонов пишет. Мечтатели умирают в одиночестве. Дима Антонов, я открою вам такую вот тайну. Может быть, некоторый инсайт. Но я скажу, что все мы умираем в одиночестве. Неважно, с кем-то у нас жизнь прошла. Либо ни с кем-то. Смерть, она придет к нам в одиночестве. И мы ее встретим в одиночестве. Ни с кем вы этот опыт смерти разделить не сможете. Никак. Это будет ваш личный опыт. И вы все умрете в одиночестве. И я. И поэтому... Ну, что поделать? Сталкивается в кофейне с посетителем. Неправильно паркует автомобиль. Себастьян, мечтая спасти джаз, не замечал, что... Ощущение. Это как бы... Когда мозг у вас будет отключаться. Когда тело уже будет... Вы это будете испытывать в одиночестве. Никого там не будет. Только вы и вы. Да, миа просто тупая. Ну, так в этом вся и суть. Что вот вы любите что-то возвышенное. И вы встречаете человека. А человек просто посредственность. И в итоге вы себя приравниваете к этой посредственности. Вы живете с этой посредственностью. Вы эту посредственность... Как бы пускайте в свой мир. Что это посредственность сделает? Конечно же она все растопчет. Все райские кущи будут растопчены. Все мечты будут растопчены. В итоге вы будете жить какими-то проблематиками, бытом. Его друг его обманывает. Все, кроме тебя, знали, что ему веры нет. А что происходит, когда он встречает Мию? Из-за мыслей о ней он не замечает, что едет по встречке. Кто там посторонние? Из-за мыслей о ней он забывает про фотосессию. Все в селе, да? Что должно быть? Меня никто не обидел. У меня все хорошо. Это просто моя позиция. Она может быть не очень популярна, но... Я сейчас вот в данный момент времени, в данном, типа, своем, как бы, мироощущении, ощущении, как бы, реальности... Я вот считаю вот так. Извините, если это не соответствует с вами. Не надо принимать мою точку зрения. Она не, как бы, неприятная. Она ужасная. Она отвратительная. Поэтому живите и радуйтесь жизни своей жизнью. Я рад, что вам все хорошо. Я всех безумно люблю. Вы все хорошие. Я думаю, вы заслуживаете лучшего. Семь. Фотосет. Помоджо. Забыл? Я думал, это не сегодня. Он мечтает о ней. Он ей говорит. Ты хочешь быть актрисой, хотя ты драматург. Она пытается в это поверить, написав свою пьесу. Но у нее ничего не получается. Она готова все бросить, потому что устала слышать «нет». Я пробовалась миллион раз, и каждый раз одно и то же. Ну вот важно никогда не сдаваться. То есть, если вы чего-то хотите добиться, надо пытаться проломить. Потому что реальность, она постоянно выказывает некоторые сопротивления. Сопротивление на вашем пути. И чем больше вы чего-то хотите, тем больше сопротивления будет. Но рано или поздно реальность поддается. Она пластична. Меня перебивают. Как избавиться от лени, спрашивает Алабар Д6. Ну, как отвечает Артемий Лебедев на этот вопрос обычно, никак. Сидите и гниг. Разлагайтесь дальше своей ленью, и вы ничего не добьетесь. То есть, если вы хотите что-то добиться, тогда нет вопроса, как избавиться от лени. Потому что кто-то хочет сэндвич. Да, или я плачу, а они смеются. И тогда он понимает. Она не любит джаз. Хоть и говорит, что любит. Никто не любит джаз. И даже ты. Я обожаю джаз из-за тебя. Она не может импровизировать. У нее не получается быть счастливой в этой системе координат. Ему кажется, что он разрушил ее жизнь. Я все исправлю. Еще один шанс, умоляю. Но тут подворачивается кто-то, кто заметил Мию. Передайте, что Эми Бранд, директор по кастингу, ее ищет. Напоминаю, Себастьян ее не замечал. Они оказались вместе, потому что она его заметила. Он возвращает Мию в ту систему координат, в которой она жила. У тебя завтра проба в половине шестого. До этого он пытался вытащить ее из Ла-Ла-Лэнда. Точно так же, как она случайно вытащила его. Приезжай. В Бойзе? Да, исполнишь. Все свои желания. О, это было бы чудесно, но я не смогу. Спасти джаз эфемерно. Быть Смей реально. Изменилась не только его мечта. Он понял, что до этого он чувствовал себя счастливым только в мире грез. Ты вцепился в прошлое? Но джаз это будущее. А с Мией он счастлив в реальности. Но она в этой реальности несчастна. И он должен вернуть ее в мир грез. Он отпускает ее в Париж, потому что знает, что она будет счастлива. Когда ты получишь роль, когда получишь, придется отдать всю себя полностью ради мечты. Ему нужно, чтобы она была счастливой. Потому что если ей будет хорошо, и ему будет хорошо. Даже если ее не будет рядом. Я буду любить тебя. И я тебя тоже. Если хочешь, он полюбил ее сильнее джаза. Потому что она реальна. «Ла-Ла Ленд» не о том, что иногда ради мечты приходится жертвовать любовью. Наоборот, он о том, что иногда любовь сильнее даже самой красивой мечты. Что же говорить про типичные фантазии жителей Лос-Анджелеса. Но как тогда быть с финальной сценой? Она подтверждает все то, о чем я только что сказал. Он играет их песню, но звучит она иначе. Теперь это полноценное джазовое произведение. В нем постоянно меняется ритм, мотив. Какие-то музыкальные инструменты берут верх над другими. Он говорит Мие этой музыкой о том, что реальная жизнь, она как джаз. Непредсказуема и неконтролируема. Не прямолинейна. Их с ним будущее могло быть ярче, чем ее нынешнее счастье. И он ждал ее все эти пять лет. Он все еще одинок. Режиссер специально обращает на это внимание. И он назвал клуб, как хотела она, а не как хотел он. Я кое-что сделала. Для меня? Для твоего клуба. А почему Себа? Ты должен так его назвать. Что? В цыпленок на вертеле не придут. Это что, апостроф в виде ноты? Да. А что, клево. Да. Но будет цыпленок мне. Тогда почему он не поехал за ней в Париж? Он же показывает это в финальной сцене, что он все бросил и поехал за ней. Почему он не сделал это в реалии? Потому что это сказка. Это Ла-Ла-Лэнд. Так в жизни не бывает, потому что... Вы же часто, наверное, думаете. Ну, я, в общем-то, часто думаю о том, как могло быть. Как было бы классно, если бы вот там вот в какой-то момент своей жизни где-то мы свернули в другой путь. Он не хочет больше жить в Ла-Ла-Лэнде, он теперь живет в реальности. В этой реальности он будет тут, в Лос-Анджелесе, работать и ждать, когда, возможно, когда-нибудь она приедет к нему из Парижа. А если не приедет, то хотя бы поймет, что он ради нее сделал. Вроде в конце фильма она это понимает. Так что можешь передать привет своему парню, которого ты бросила, посмотрев Ла-Ла-Лэнд. Чувак, незаслуженно огреб просто из-за того, что ты неправильно поняла смысл фильма. Главное, из-за чего он пострадал. Что за шейминг? Да за что? Что она тебе сделала? Какой злой. Кошмар какой. Хотел стать тату-мастером? Я уверен, что ты сейчас не настолько счастлива, как Эмма Стоун в конце Ла-Ла-Лэнда. Кстати, опасно говорить такое мастеру, который тебе делает тату. Не рекомендую. Будьте более расчетливыми. Не творите фигни. Кто такая Марго? Кто такая Марго? Это не она, это он, сказал бы я. Это посвящено маргиналу. Ладненько, посмотрели. Спасибо большое. Да ладно, проморгло смешно.